youtube канал познавательная аудиокниги с иллюстрациями представляет загадка снежного человека современное состояние вопроса о реликтовых гоминоидах серия тайная история человечества борис поршнев борис федорович поршнев 1905 1972 известный советский историк и социолог доктор исторических и философских наук основатель российской школы гоминологии науки о снежном человеке это его книга единственная в своем роде по полноте и научной основательности исследования таинственного снежного человека охоту на которого безрезультатно ведут ученые-зоологи и любители непознанного на всех континентах земли автор рассматривает историю возникновения и развития легенды о снежном человеке у нас в стране и за рубежом в китае гималаях северной америки дает обзор встреч человека и гоминоида и делает на основании существующих данных выводы о природе снежного человека оглавление слово о друге и учителя от автора часть 1 обзор данных по некоторым географическим областям глава 1 загадка снежного человека глава 2 со страниц древних книг глава 3 успехи и поражения отечественных ученых слово о друге и учителя в 60-е годы прошлого 20 века мне посчастливилось неоднократно встречаться с автором этой уникальной книги слушать его увлекательные лекции на заседаниях географического общества московского общества испытателей природы маип и всероссийского общества охраны природы в об борис федорович поршнев особенно любил общаться с молодежью и часто приходил на юношескую секцию в об где его с нетерпением ждали мы вооповцы и наш любимый учитель ппс петр петрович смолин наш ппс и профессор поршнев были давними друзьями и соратниками в работе по проблеме снежного человека по рекомендации ппс мой друг однокурсник петя петр петрович второв и я не раз посещали квартиру бориса федоровича и слушали его рассказы в то самое время когда в его заваленном книгами и рукописями кабинете постепенно создавалась рождалась эта рукопись ставшая книгой которую вы держите в руках мы с петей верные фанаты идеи снежного человека получили из рук автора по экземпляру этой самой книги вышедший ротопринтным изданием тиражом всего в 200 200 экземпляров в книге проявился талант крупного ученого историка антрополога этнографа философа и психолога автору удалось неопровержимо доказать реальность существования снежного человека и даже очертить его исторический ареал и показать этапы его сокращения борис федорович по специальности был историком в 1941 году защитил докторскую диссертацию по истории франции в 1950 стал лауреатом государственной премии ссср а в 1966 году защитил вторую докторскую диссертацию на сей раз по философии работу над этой книгой борис федорович поршнев завершил уже в 1961 году и по постановлению президиума анссср она была выпущена в 1963 после долгих и безуспешных попыток обнаружить и поймать снежного человека в которых участвовали многие отважные исследователи в кругу ученых стало формироваться скептическое отношение к реалистичности этой проблемы и тогда историк этнограф и философ б.ф. поршнев не выходя из кабинета системно проанализировал всю существующую информацию и абсолютно достоверно доказал снежный человек это реальность чтобы вам дорогой читатель захотелось обязательно прочесть всю книгу до конца как уникальную документальную повесть они фэнтези приведу вкратце цепочку неоспоримых доказательств автора в фольклоре всех народов герои персонажи бывают двух видов сказочные и реальные сказочные леший домовой водяной ведьма в ступе с помелом эльф тролль гном и другие облик этих героев может быть самым разным в соответствии с фантазией сказителя и обычаями каждого конкретного народа реальные медведь волк лиса заяц мышка наружка ворона петух и другие эти герои хоть и говорят в сказках но облик имеют природный медведь бурый неуклюжий волк серый зубастый лиса рыжая ловкая мышка серая с длинным хвостиком а петуха и ворону всегда узнаешь то есть есть четкая граница между сказочными и реальными героями и вот борис федорович предлагает нам решить какой группе относится снежный человек он жал мосты и эти гульбияван бигфут и прочь и прочь каждый народ увидев его дал ему свое неповторимое название и это важно между народами и племенами где обитал или еще обитает снежный человек проходит несколько прочных языковых барьеров и границ сохранявшихся до двадцатого века а теперь сравним по бф поршневу описание снежного человека сохранившиеся на десятки разных изолированных языков они поразительно совпадают высокий рост могучие телосложения длинные руки сутулая фигура мощная шея и заметный гребень на затылке и макушке темно-рыжая густая шерсть громкий пронзительный голос и тяжелый отвратительный запах да это реальный персонаж а не герой сказок а где же он обитал где и поныне мог сохраниться как он выживает в таких суровых условиях почему его до сих пор не поймали почему не сняли о нем добротный документальный фильм вот на все эти вопросы вам и ответят мой дорогой учитель великий ученый борис федорович поршнев николай николаевич дроздов академик российской академии естественных наук и академии российского телевидения доктор биологических наук профессор мгу им м в ломоносова ведущий телепередачи в мире животных с 1977 года от автора эта книга не могла бы быть написана без прямой или косвенной помощи других автор воспользовался или советами или материалами видных зоологов л.п. астанина н.и. бурчак абрамовича г.п. дементьева н.н. ладыгиной коц а.а. мошковцова м.ф. нестурха п.п. смолина в.а. хохлова этнографа с.а. токарева палеонтолога в.и. Громова принося своим коллегам благодарность автора говаривает что он один несет ответственность за текст автор с благодарностью отмечает также содействие своих зарубежных коллег бернара эвельманса бельгия айвена сандерсона шотландия сша джорджа агоджина сша питера берна сша карада джини италия ганса петша германская демократическая республика ринчина монгольская народная республика любезно прочитали рукопись и поделились своими замечаниями мои давние сотрудники а.а. шмаков в.а. телешева же и кофман в.л. бианки т.н. дунаевская огромное количество корреспондентов своими сообщениями сделали возможным это исследование читатели которые не имеют возможности знакомиться с пространными описательными материалами могут ограничиться главами 1 5 11 12 13 и заключением в. поршнев часть 1 обзор данных по некоторым географическим областям глава 1 загадка снежного человека эту загадку на западе часто называют иначе загадка доктора эвельманса бельгийский ученый доктор зоологии бернар эвельманс занял особое место в ряду авторов писавших о снежном человеке дело не только в том что он с такой полнотой как никто другой собрал имевшиеся у западных исследователей сведения о снежном человеке в гималаях дело не только в том что в статье да снежный человек существует ювелманс би у и элхом дес нейджес эксистэ сайенс этого нир пэрис 1958 номер 134 эврил он впервые применил сравнительные и даже статистический метод обработки этих сведений давший весьма убедительные результаты самое важное что эвельманс будучи зоологом широкой эрудиции показал полную возможность вероятность такого открытия на современном уровне науки он поставил проблему снежного человека на широкий фон истории зоологических открытий замечательная книга эвельманса по следам неизвестных животных ювелманс би сюр ла писте дес бетес игнорис пэрис 1955 ти ай 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 ювелманс би он за трек офф аноун animals лондон 1958 посвящена доказательству тезиса что период открытия новых видов животных далеко не закончился как многие думают что перед познанием животного мира земли еще открыты огромные перспективы героический период зоологии говорит эвельманс не завершён исчерпана лишь открытие менее редких и легче наблюдаемых видов а поэтому требуются новые методы и так сказать новая философия зоологии для обеспечения открытия остальных видов раньше зоология приступала к делу только с момента когда в кабинет ученого поступали скелет чучело или шкура животного на слухи рассказы населения не обращали внимания позже с развитием школы полевых зоологических исследований стали проводиться широкие маршрутные сборы всех попадающихся видов или же целенаправленные охоты за отдельными видами но как правило уже более или менее известными во всяком случае записи разнообразных сведений о неизвестных животных не от препарированных скальпелем ученого не представленных в его коллекциях оставались где-то за гранью науки почему разве эти сведения обязательно ложны разве они не могут помочь зоологам великий палеонтолог начала прошлого века жорж кюве поступила прометчиво когда во введении к своему исследованию об ископаемых животных заявил надежда обнаружить новые виды больших четвероногих весьма невелика не успел он высказать эту мысль как в 1819 году его ученик лиар прислал ему из индии зарисовку неизвестного прежде чепрачного топира зоологи думали что топир специфически американское животное оказывается они пренебрегли тем что в старинных китайских словарях в китайских и японских книгах по естествознанию встречались и описание и изображение чепрачного топира но с него только началось опровержение самоуверенных слов кюве за последние сто сто пятьдесят лет последовала целая серия открытий крупных животных так о существовании крупнейшего в мире плотоядного дальневосточного бурого медведя западноевропейским ученым стало известно только в 1898 году хотя разумеется камчатские сахалинские маньчжурские охотники рассказывали о нем немало в 1900 году впервые узнали и о существовании самого большого после африканского слона земного животного белого носорога достигающего до пяти метров длины до двух метров высоты в 1901 году была открыта крупнейшая из обезьян горный горилла самцы которого достигают двух метров семидесяти сантиметров высоты рассказы же местных жителей об этих гигантах были известны давным-давно слишком уверенные в своих познаниях и методах зоологи считали до 1912 года что дракон о котором рассказывали жители о комода это миф а он оказался действительной гигантской ящерицей при том самый большой из всех ящериц на земле общеизвестный пример открытия акапи возьмем другой пример местные жители родезии рассказывали о существовании какого-то хищника которого они называли если перевести буквально леопард гиена но европейская наука не признавала за этими рассказами никакой реальности пока в 1926 году не был открыт этот новый вид получивший название королевский гепард описавший его английский зоолог по как замечает удивительно что такое большое и столь отличное от других типов животное так долго оставалось неизвестным нет неудивительно отвечает и вельманс так будет и впредь пока ученые будут сохранять привычку пренебрежительно как вздорным вымыслом относиться к рассказам местных жителей охотников знатоков края книга эвельманса по следам неизвестных животных суровый обвинительный приговор косности традиционной зоологии последнее признала например что так называемый бермудский буревестник был истреблен в начале 17 в а совсем недавно в 1951 году свежие обитаемые гнезда этой птицы были обнаружены на одном из островов и вот опираясь на обоснованной многими примерами скепсис в отношении традиционной зоологии эвельманс составил обширный каталог и дал предварительные описания большого ряда удивительных зверей птиц обитателей морских просторов о которых имеются предварительные данные и существование которых подлежит целенаправленной организованной проверки открытие новых животных не должно быть случайностью говорит эвельманс мы еще не полностью изучили свою планету многого не знаем о ней во многих районах не бывали еще вовсе в книге по следам неизвестных животных большая глава посвящена сводки и анализу предварительных данных об удивительном высшем примате обитающим высокогорных районах гималаев и получившим известность под именем снежного человека на таком широком фоне эта проблема сразу теряет характер чего-то исключительного она окружена параллелями и аналогиями она выглядит больше как упрек зоологом чем как повод для упреков со стороны зоологов и все же остается открытым вопрос существует ли снежный человек и какие пути ведут к проверке и доказательству его существования по последнему пункту существующие мнения могут быть разделены на две группы подавляющее большинство людей думает что загадка снежного человека будет разрешена каким-то единичным сенсационным актом кто-то его поймает или убьет и с этого начнется наука об этом существе все предшествующее данному акту не имеет никакого научного значения другие же представляющие меньшинство но зато меньшинство объединяющие едва ли не всех специалистов в этом вопросе полагают что поимка или умерщвление экземпляра сыграет свою роль в науке только в качестве экспериментальной проверки завершающий целый большой этап предварительных исследований вы ловите снежного человека сидя за письменным столом вы разыскиваете его в книгах и письмах вы можете так топтаться на месте до бесконечности и сколько бы вы не собрали устных и литературных данных это ни на шаг не приблизит вас к решению вопроса так шутят скептики но еще легче опровергнуть и высмеять их представление объединичной сенсационной находке которая якобы может решить большую сложную научную проблему наука изведала на нескольких примерах бессилие искры при отсутствии бочки пороха сначала нужна обоснованная рабочая гипотеза некоторая предварительная идея без этого надежда на сенсацию способны лишь повредить серьезному изучению проблемой снежного человека она косвенно содействует рождению газетных уток вызывает к жизни скороспелые экспедиции естественно приводящие к разочарованием увлекает на поиски лиц не имеющих специальной подготовки и знания вопроса хочется сказать этим азартным людям успокойтесь первого не будет хотя бы потому что этих первых было уже много нетерпеливые критики медлительности ученых и не подозревают сколько раз в прошлом совершалось то что они наивно считают венцом всего дела увидеть своими глазами поймать убить ниже в соответствующей главе будет рассказано как например геолог и опытный охотник м а стронин в 1948 году в восточном тяньшаньо целился но так и не решился выстрелить в пробежавшие в 100 метрах от него странное существо моя мысль в тот момент была занята только одним человек это или медведь говорит геолог он ясно видел что это и не то и не другое если бы он имел представление о снежном человеке он может быть и выстрелил тогда врач в с карапетян в 1941 году осматривал захваченные в снежных горах оброшая волосами человека подобное существо он не уделил ему тогда большого внимания но говорит он я 17 лет возвращался мыслью к вопросу что же это было за существо и вот только теперь прочитав кое-что о снежном человеке начинаю думать не пригодятся ли мои наблюдения тем ученым которые этим вопросом занимаются если бы я хоть что-нибудь слышал тогда об этом вопросе советский офицер г.н. колпашников в 1939 году во время боев у реки халхин гол осматривал трупы двух по ошибке убитых часовыми человекоподобных волосатых животных в то время я совершенно ничего не знал о снежном человеке и я и сейчас не утверждаю что убитые существа были именно снежными людьми и я тогда задумался как и другие над тем кто же это но в то время в разгар боев мы были по горло заняты военными делами и нам было не до изучения тех животных которыми сейчас интересуются ученые геолог б.м. с дорик в 1934 году в сопровождении проводника натолкнулся на помире на спящие в высокой траве волосатая длинноногая животное которое ни в коем случае не было медведем от населения он кое-что услышал об этих существах в которых я только теперь узнаю некоторые черты эти как их описывают шерпы непальские горцы в те годы говорит б.м. с дорик я ничего не слышал о гималайском снежном человеке и считал что здесь на помире все такие рассказы относятся частью к бродячим сумасшедшим частью же представляют собой фантастический вымысел когда сам я встретился со зверем похожим на снежного человека я просто не поверил ни своим глазам ни рассказам местных жителей о существовании в горах человекоподобных диких существ в 1925 году путешественник тамбозе в гималаях на расстоянии около 200 метров видел человекоподобное животное рассматривал оставленные им следы но по его словам просто не в состоянии высказать какое-либо определенное мнение по этому поводу так как сказкам носильщиков шерпов о снежном человеке этот образованный господин конечно не мог придавать серьезного значения можно было бы долго продолжать список аналогичных ситуаций но мы еще в свое время встретимся с ними пока это лишь иллюстрации для методологической постановки темы каждый раз как видим наблюдатели просто не знали что делать не знали с чем связать и как объяснить свое наблюдение им оставалось прибегать к тем или иным пришедшим в голову если можно так выразиться самодельным объяснением или просто пребывать в недоумении может быть не было случаев поимки такого рода существ нет ниже будут приведены и рассказы местных жителей о поимках даже о приручении таких животных но вот например два сообщения высококультурных людей в разное время и в разных местах лично натолкнувшихся на содержавшиеся в неволе у местных жителей особи и сообщивших о них интересные детали зоолог охотник и писатель н байков в сопровождении охотника бабошина лет тридцать пять сорок тому назад в глухом таежном предгорье маньчжурии в одинокой хижине охотника маньчжура видел прирученного последним удивительнейшего человекоподобного зверя описание его было опубликовано н байковым задолго до появления в печати каких-либо сообщений о снежном человеке в 1954 году видный китайский историк проф ху вайлу видел высоко в горах цинь лин шань пойманного жителями и прирученного подобного же получеловека не обладавшего никакой речью проф ху вайлу не думает что это существо то же самое что снежный человек но по правде сказать уважаемый китайский историк еще почти ничего не слышал о природе снежного человека как видим оба наблюдателя пойманных и экземпляров не зная друг о друге не пришли никакому обобщению и каждый объяснял себе виденное как умел и в этих случаях искра не вызвала никакого научного взрыва главным препятствием к раскрытию загадки снежного человека по-видимому служила разобщенность данных которыми располагали отдельные наблюдатели и исследователи работавшие в разных районах азии столкнувшись с теми или иными сведениями об этом существе в каком-либо районе они не подозревали о наличии таких же сведений в других районах не имели материала для обобщений не могли применить основного орудия науки сравнения и в результате их наблюдения погибали бесплодно только в самое последнее время кое-какие сообщения о снежном человеке стали широко известны теперь уже менее вероятно чтобы какой-нибудь случайный наблюдатель как было с геологом бм с дориком не поверил своим глазам не вспомнил о чем-то подобном но только сведения воедино большого числа наблюдений и свидетельств дает надежную почву для научных обобщений и выводов так как человеческий рассудок ищет всему незнакомому хоть какое-нибудь объяснение или по крайней мере наименование все наблюдения как правило получали то или иное импровизированное или народно традиционное истолкование в немалом числе случаев дикие волосатые человекоподобные существа истолковывались как люди одичавшие в результате долгого пребывания в одиночестве в горах или пустынях азии то это были в устах рассказчиков и местных властей потомки тех кто принужден был бежать и скрываться от религиозных преследований то потомки изолированных от человеческого общества прокаженных то потомки целых племен или родов отесненных соседями в неприступные горы а подчас в более примитивных вариантах даже и не потомки просто одичавшие и обросшие волосами преступники скрывшиеся кулаки сектанты и т.д. в других случаях выдвигается версия что это физическая или психическая патология то есть случаи ненормальности атовизма уродства душевного заболевания наконец в очень большом числе случаев наблюдения и сведения касающиеся таких человекоподобных существ относились и относятся к области сверхъестественного те кто верит в нечистую силу полагают что повстречались с ней и связывают виденное с бытующими в народе преданиями поверьями и легендами люди же образованные но верящие в духов относят все сообщения и рассказы такого рода к области фольклора сколько бы ни клялся рассказчик в том что он своими глазами видел это существо или рассматривал его след или слышал его крик если эти рассказы и стоит записывать и изучать говорят нередко то только этнографом фольклористом изучающим мифы и легенды о сверхъестественном рожденные народной фантазией так распадался до недавнего времени весь материал по разным рубрикам ведомством и дисциплинам наука нуждается в сравнении научное изучение проблемы снежного человека началось лишь с того времени как накопился некоторый сравнимый материал правда сначала только в рамках области гималаев успешность применения сравнительного метода может быть показана на примере уже упоминавшийся статьи б эвель манса да снежный человек существует после критического обзора имевшихся в его распоряжении сообщений о встречах снежного человека автор подверг их количественной группировки вот некоторые из его выводов в 9 из 18 существенных сообщений указывается что существо о котором идет речь напоминает человека согласно семи сообщениям она скорее напоминает обезьяну наконец согласно двум сообщениям оно похоже и на человека и на обезьяну в 13 описаниях это существо выступает как двуногая в 3 то как двуногая то как передвигающиеся и на четвереньках в одном описание это существо двигалось только на четвереньках но оно описывается как раз в тот момент когда она карабкается среди скал в 14 сообщениях отмечается волосяной покров на теле этого существа в шести случаях подчеркивается что на лице его шерсти нет точно также эвель манс группирует сообщение о цвете шерсти и ряде других признаков одни из них оказываются более константными другие более вариабельными но в общем говорит эвель манс 18 свидетельствах нет противоречий в описании снежного человека большинство черт сходится а некоторые отклонения не являются особенно значительными между тем свидетельства эти в большинстве совершенно независимы друг от друга исходят от людей принадлежащих к разным национальностям различных по уровню образования и т.д. и мы не будем сейчас обсуждать этих выводов полученных эвель мансом пока они нужны нам лишь как иллюстрация сравнительного метода добавим что столь же полезным оказалось и произведенная эвель мансом расположение всех сведений в хронологической последовательности что касается топографической группировки данных в частности данных о наблюдениях следов в пределах гималаев и каракорума то она была произведена в работах французского геолога-проф п.в. бордё и других авторов бордат п. трейсис де йети дан эл хималэя буллитон мюзием нет дихи ставайр на тар 1956 в 27 п 433 439 идем ла монтэйни этал пенисма 1956 17 п 206 209 басон би леруа джи ледернаер секретс де ла терра пэрис 1955 но все же пока шло собирание зарубежными исследованиями сведений только в области гималаев и каракорума сравнение этих сведений между собой могло дать лишь ограниченную доказательность реальности снежного человека так как все же оставалось возможность предполагать какую-нибудь взаимную индуцированность сведений поэтому основным методом рассуждения осторожных авторов например с в обручево оставалась классификация сведений на достоверные недостоверные что неизбежно связано с субъективным критерием не отвергая этого метода как способного приносить ограниченную пользу мы все же постарались найти объективные критерии путем расширения поля применения сравнительного метода в январе 1958 год при академии наук ссср была создана комиссия по изучению вопроса о снежном человеке с 1959 года она была преобразована в общественную научную организацию объединяющую специалистов а в академии наук ссср одновременно